Субтитры сделал DimaTorzok Давайте начнем. Еще раз всем привет, добро пожаловать. Надеюсь, слышно и видно нормально. Если что, пишите и вперед. Продолжаем проходить сюжет третьего Ксеныча. Впереди у нас пятая глава. Четвертая, конечно, закончилась мощно. Прямо интересно, что дальше. Время не щадит нас. Как мы должны прожить оставшиеся нам дни? На что мы должны их потратить? Мы увидели один из возможных ответов на эти вопросы. Но мы не можем принять это. Даже в крайнем случае. В конце концов, это был единственный путь, который был предложен этим двоим. Мы все должны быть свободны в выборе своего пути. Это наша вера. Вот почему мы боремся. Даже как крайняя мера. Вот так лучше. Ты собираешься ударить почему-то или нет? Какой смысл размахивать этой штукой, если ты не собираешься размахивать ей по настоящим целям? Но я просто, ну, тренируюсь. Скажи, а почему именно молот? Это больше в твоем стиле? Действительно. А то. Нифига себе. Она победила пятерых восьмого срока подряд. Мьо? Да. Она капеллан же? Да. Это она должна отправиться на передовой. Аниме. Молодец, Миотян. Это было потрясающе. Бедные ребята восьмого курса. Ты вытерала ими пол. Спасибо, Сена. Так, погоди. А где Миоби? А, Миоби. Командиры и консулы хотели видеть ее в кабинете командиры. А, понятно. Эй, не хочешь перекусить? Конечно, я немного проголодалась. Еще рановато, я думаю. Нет, я готова, если ты готова. Что? У меня сложилось впечатление, что ты не любишь рыбу, Сена. А? А, ну, это правда. Ну, нельзя быть слишком предвечивой. Моим мышцам нужен белок, знаешь ли. Хе-хе-хе. Эй, Сена. В этом нет никакой необходимости. М? Просто будь собой. Ты не знаешь, что тебе необязательно делать то, что делаю я. Нет, это не. Сена. Прости. Да ладно, ты слишком часто так говоришь. Тебе не за что извиняться, Сена. Да. Ешь то, что тебе нравится. Никогда не переставай быть собой. Хорошо? Хорошо. Сен-эй-бой. Тебе не за что... Я не за что... Поехали. Ты не за что... Ты не за что... Я не за что... Ты не за что... Я думаю, что мы уже должны быть достаточно далеко. Хорошо ли я там справилась? Ты о чём? Э, что? Я что-то сказала? Ну, в смысле, ты только что сказал что-то о том, хорошо ли ты справилась или что-то в этом роде. Забавно, наверное, просто вырвалась. Ты кажешься такой одинокий. Э? На тренировке. В лагере. Ночью. Рядом с ней всегда были друзья. Но почему кажется, что она совсем одна? Как же так? Вот какой ты меня видишь, да? Одинокой. Сцена. Я надеялась на большее. Счастливая девушка-героиня или, ну, шкулистая Тян. Не знаю. Я к этому стремлюсь. Так, послушай. Ой, нет, так не пойдёт. Я думаю, что ты просто слишком любопытный. Сцена, пожалуйста. Да я в порядке. Правда. Не беспокойся обо мне. Ты можешь поверить, что нам только что пришлось пробежать вот такой путь? Я не знаю, кто это был. Но если бы эта... Сила не вмешалась... Я даже боюсь себе представить, что бы случилось. Что бы случилось? Это был бы конец для нас. Обычная стратегия это то, что ты должен подготовить заранее. Но... Я полагаю, нам больше не нужен ни замок, ни королева. Мы не вернёмся. Это уж точно. Ни замки, ни королева. Нет. Мы пойдём вперёд отныне. Ты права. Осталось совсем немного. Досфорд, мальч. Пошли. Ну, пошли. Ну, типа, зачем нам королеву, учитывая, что... Её как бы уже нету одной, можно сказать. Если не восстановить, конечно. Перед ней находится регион Канденсия. Наконец-то. Там мы доберёмся до основания меча. Так, ну, сегодня мы тоже. Сначала пойдём по сюжету, потом уже... Ой, ладно, короче. Икс-минь. Мы почти добрались. Наконец-то. Вместо надежды. Как сказал тот мужчина. Не, ну, мы реально очень близки. Наконец-то. Ну что, вы готовы смотреть, что это за город? Вы действительно думаете, что этот город существует? Я почему-то начинаю переживать. Бабочки в животе. Бывает. Ну, астер, там как бы... Направился этот. Забыл, как его зовут. Короче, тот чувак. Который передал нам информацию. Так, окей, этот. Нам сейчас не нужно. Так, можно сохраниться. Зачем-то ещё. Так, что у нас с едой? Ещё две минуты. Тогда можно ещё поесть. Болиарис, точно. Что это? Разве эта штука не огромная? Вау. Где же вершина? Не видно. Наконец-то мы добрались. Да. Давайте подойдём к основанию меча. Герника сказал нам идти сюда. Здесь должно быть что-то. Но будьте начеку, хорошо? Потому что в последнее время мы действительно испытываем удачу. А вот такое редко от тебя услышишь. Заткнись! Ланс прав. Будьте внимательны. Ну, я уже вижу какой-то сайдквестик впереди. Два даже. Что случилось, Мио? Я слышу. Странный звук. Звук? Что это за звук? Что-то здесь не так. Ноа! Что за... Кто они? Эти левницы. Это они напали на замок. Да, несомненно. А это значит... Что отняли? Что за звук? уберите все оружие мы не ищем драки что за мы потерянные числа заклятые враги мебиусы если другие кто противостоят мебиус у меня зовут моника моника ванда человек который доверил вам ураборос я его дочь дочь вы знаете гернику вы направляетесь город не так ли так как бы это наша оперативная база пойдем что шаная виде да хорошо держитесь ближе ливнице что появились ранее исчезли в небе да и кстати прежде чем мы отведем вас в город вы должны надеть эту что повязки что ладно повязки они такие же как те что мы носим поместить их над глазом где находятся ваши ирисы что что не бойся вреда не не причинят ну понятно окей видно это какой-то блокиратор они разработали топ тогда спасибо за сотрудничество мы ценим это итак я сказала что мы не враждебно по отношению к вам но этого может быть недостаточно чтобы заслужить ваше доверие я полагаю если это поможет развеять ваш страх вы можете считать меня своим пленником пока мы не достигнем города что да это как-то звучит неправильно дорогуши что хотите пленника как скажете тогда я буду вашим конвоем сопровождающим однако должно заметить что потерянные числа среди нас вы не найдете никого вы будет лучше владеть булавой да но не надо ну не надо нас забивать этим или что-то в этом роде если бы я хотела то за ваше поведение вы бы уже получили сбучку а то есть там еще повезло ну и раз то в таки так и сказал развеять ладно давайте отправимся в путь шаная покажет вам дорогу окей она временно присоединилась ей новый класс отличная девятый танк отлично отлично привет зак привет вар кстати так стоп шаная что-то потерялась ну короче пока что есть вопросы то есть то есть нас тупо отправили на базу этих повстанцев потерянных чисел моника могу я кое о чем спросить просто продолжайте идти за шаная хорошо мы поговорим позже я и к нет у к но но а и да ну ну а это а это я это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА шаная ты где господи что тупишь но пламенный привет и как мы отсюда доберемся до города да это же тупик ошибаетесь не дверь это приведет в великий меч в город что находится той стороне какая искусная маскировка когда это или сказала что сорт марч ничего интересного не было ну полагаю что это она не находила ну вы закончили ребят мы можем идти то есть стоп учитывая что тут находится на этом мече то есть это что осталось от города машин такая блестящая нет какой гениальное приспособление удивительно что никто ее так и не нашел тебе лучше приберечь свое удивление на другие сюрпризы подобно так мы посмотрим найдем ли мы тут что-нибудь знакомое хотя не стоп город машин ты находился на самом миху не сучай несу аперта но юрка это все это время это место было внутри великого меча я же сказала и берегите свое удивление на потом давай удивляй по крупному итак герника это тот морщинистый парень что был тогда вы сказали что вы его дочь что-то значит не совсем забыла вы не понимаете концепцию родительства я позже объясню позже значит в городе именно туда нас и везет этот лифт поэтому сейчас вам понадобятся эти повязки зачем они они мешают разведки и мебиусы когда вы превращаетесь в ура борос ваши ирицы ириса меняется и не начинает излучать слабый радиосигнал а а так мы блокируем этот сигнал с этими штуками а что еще два шик вы тоже ура борос не та юна мы эх согласимся на этом простите видите ли но связано кровью ура бороса да кто же вы такие мы так высоко поднялись какой вид и не никогда не видела ничего подобного определено захватывает дух вы можете полюбоваться видами позже пойдемте а мы будем любоваться сейчас что это там у нас впереди внизу тоже море какую-то острова это замок агнуса прыгай вниз ну же шана господи господи да уж хорошее не место конечно выбрали а вот впереди я скажу то что все думают вы просто потрясающе правда думаю не могу это отрицать сейчас было теперь вы можете снять повязки дальше они вам не понадобится точно вы в этом уверены в городе есть их на технологии оглушения сигналов которые работают также как и повязки блокируя обнаружение мебисами внутри мы в безопасности даю слово ну полагаю что это и есть причина по которой они до сих пор не смогли обнаружить город все правильно понял это место наш последний оплот наше единственное убежище в этом мире но как только мы выходим наружу мебис оказывается вокруг нас и начинается серьезное дерьмо так что я хочу сказать не забывайте свои повязки на глаза когда вы выходите наружу вот и все я понял у вас громко и ясно мы будем это помнить так ну ладно ничего себе у них тут это город это определенно заняло у нас достаточно много времени однако нам не стоит пока расслабляться почему бы и нет мы пока даже не знаем действительно ли они наши союзники нам не стоит быть слишком спокойными все еще на чеку да в отличие от некоторых из вас фантазеров да я бы хотел им верить и глаза они выглядят так же как и у него они сказали что противостоять мебису не так ли тогда вполне нормально будет им доверять враг нашего врага наш друг понятно ну и ну почему я беспокоюсь спасибо тебе тайм за то что присматриваешь за нами да конечно как скажешь я последую вашему примеру но пожалуйста не теряйте бдительность конечно не буду да киберпанк ну и кстати да напоминает город из стрэй правда стрэй вышел после ксеночи она больше чем полдюжины колонии неужели здесь так много людей это превосходит все что мы могли себе представить ну да тут клево не хватает джонни только уроборос 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 да так они уроборос я не из кевеса и агнусы но они просто кучка детей осторожно они могут быть тайными шпионами это конец это место станет зоной боевых действий они все шепчут о нас я чувствую что нам здесь не совсем рады незваные гости можно сказать это они привели нас сюда ой разве она не похожа на мёбис с которым мы сражались в колонии 4 безусловно такая же морщинистая как и он она на то же так же видит маленьких людей это целая неизведанная раса нет они наверняка такие же люди как и мы значит вы уроборос да и сколько у вас еще осталось один или два года некоторые надеются что да не знаю почему вандам решил отдать эту силу вам о чем он только думал в чем проблема следите за своими манерами позвольте мне представить вас это были наши кандидаты в уроборос они неустанно тренировались чтобы сразиться с мёбисом все до единого в том числе и шаная кандидаты ну довольны что украли у нас уроборос ладно ладно достаточно какой бы ни была причина старик выбрал их справедливости ради следует отметить что они уже сразились с несколькими мёбисами они сильны так что все в порядке вы слышали отчеты шаная какие отчеты я попросила ее следить за вашими действиями с особой тщательностью всю дорогу из долины с тех самых пор вместе мы едино ради нашего дела Моника сэн тогда ладно пожалуйста не вините их они не такие же плохие на самом деле нелегко говорить вам но это было неловко а вот это интересно то есть они специально тут готовили людей для этого я познакомлю вас с ними в другой раз хорошо ты сказала что следила за намерением так вот почему вы пошли на штурм замка после активации камни уробороса шаная передала информацию прямо к нам и так я искал возможность связаться с вами правда мы подумали что вы сразу же направитесь сюда что мы не ожидали так и то что вы на что вы прыгнете в сердце вражеской базы я была в шоке ваши действия были настоящим безрассудством настолько что я начал сомневаться не были ли наши спасители просто кучка буйных сумасшедших это выглядело именно так это немного слишком резко простите я просто не умею выбирать слова как насчет горячих голов да это не намного лучше но тем не менее это помогло нам выполнить одну из наших главных задач обеспечить несколько модулей роста что это такое я покажу вам вам будет это очень интересно увидеть это та самая причина по которой мы сражаемся о а вот это интересно то есть как бы отлично то есть это шаная оказывается была все это время где-то позади нас мы ее в одной косы мы только видели там две теперь я знаю как вы ребята чувствуете себя в колонии 4 чувствуете себя а то значит эта девушка все время присматривала следила за нами заметила нет нет она даже не заставляла мои уши дернуться да дайте мне проверить попроверить а какую-то плюшку заметили сейчас мы более-менее выше гарды рукоятки меча даже это место когда-то было опустошено войной с Кевисом и Агнусом неужели война действительно распространилась так далеко там еще больше еще больше оболочек под ними спасибо вот на что на самом деле похоже этот мир создан чтобы удержать нас в околах удержать нас в околах удержать нас в околах да уж ну ну помнишь ранее было это куча оболочек даже не думаешь отправить их ну даже не знаю а разведание колыбель значит так вы их называете колыбель это модули роста в которых вы родились вас с рождения забирали в армию обучали безжалостно убивать друг друга и крать жизни друг у друга это жизненная энергия наполняла часы пламени становясь топливом которым питаются амебисы чтобы мебисы существовали они должны продолжать брать жизненную энергию а вот эти колыбели они использовали для переработки ваших жизней это эль да вы живете в рабстве чтобы мебис смог существовать и даже смерти нет освобождения вас просто продолжают перерабатывать не может быть вот ваши оковы солдаты связанные оковами мебисы обречены только на взаимное уничтожение те кто теряет свою жизнь в бою возрождаются заново они просыпаются из колыбели замка как чистый лес без каких-либо остатков прежних воспоминаний подождите тогда та оболочка которую я видела но если мы будем держать ваши жизни привязанные к телам как мы делаем это здесь они будут бесполезны для них так мы сможем уменьшить их силы значит вы делаете это снова и снова именно вам лучше не знать как долго поверьте мне и все же цена которую мы платим чтобы уничтожить всего лишь горстку мебисов неизмеримо жители города мы все потомки первого уробороса первый уроборос? кто такое потомки? точно полагаю это слово вам тоже неизвестно лучше посмотрите сами пойдемте я покажу вам что вы все ну понятно ну ну теперь мы получили Ответ, так сказать, улов Зачем мы родились, чтобы сражаться Затем умирать И вот так снова, и снова, и снова Я с трудом могу в это поверить Но это была Этель Без сомнений Да, короче, вот и ответ Что здесь происходит Переработка Ну город потом осмотрим Не, ну город реально огромный Где мы находимся? Это родильное отделение Родильное отделение? Доктор, можно? Заходите Родильное отделение? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова такой крошечный но он двигается большая радость ножки не прикоснуться нежно она такая теплая оставь один палец в ее ладонь и сына смотри на это тебе тоже нужно попробовать ты правда не оттянут невероятно дайте мне попробовать это невероятно сцена забавно правда но это истинная природа человеческой сущности если вы хотите узнать всех все подробности идите спросить у врача так мальчики и девочки кто хочет узнать как делают детей что ж вас ждет сюрприз готовьтесь а а а а а а а Да, да. А-а-а! Вот как все должно быть. Такова человеческая природа. Мы рождаемся беззащитными, вырастаем. А потом, кто нашел супруга, создает новую жизнь вместе. Повторим, а затем возвращаемся в землю. Спасибо. Я серьезно. Моника. Что за слова вы использовали, супруг? Партнер в романтических отношениях. Романтические отношения? Чувства, когда у тебя есть кто-то очень дорогой тебе. Можно сказать, что это один из вариантов. Объясните это. Партнер в романтических отношениях. Романтические отношения. Партнер в романтических отношениях. Партнер в романтических отношениях. Партнер в романтические отношения. В смысле концентрат. Мы-то знаем, это они не знали. Им рассказали все-то. Тайон, смотри Они выглядят так же, как и предыдущие Кто-то такие Первый Уроборос Мы называем их основателями Первый Уроборос Вот это Она очень похожа на Миотя Посмотрите на него, у него подбородок Ноа А остальные Ни на кого не похожи Расскажи нам о них Давным-давно они обрели силу Уробороса Это позволило им противостоять Мебису Жители города, которых вы видели здесь Мы все произошли от них Связанное их кровью Это были королевы Так говорят, Кевис и Агнус Их силы, объединившись, создали Уроборос Уроборос Единственное, что может уничтожить Мебис Однако одновременно Могут существовать только шесть Уроборосов Активировав Эту каменную клетку Те, у кого есть склонность Могут стать Уроборос Только шесть Почему их так мало? Я поняла, вот почему они так расстроились Наконец-то поняли Существует не так много мест и камней Мы долго не могли найти тот, который перевозил мой отец Кажется, я наконец-то понял суть всего этого дела с Уроборосом Но королевы? Не те мнимые фигуры в замке А настоящие королевы Да, настоящие королевы Я знал, что эта бездушная механическая руклить не была настоящей Значит ли это, что наша королева тоже не настоящая? Ну и все еще пытаемся найти настоящих королев Они где-то там спят Зачем? Почему? Чтобы вернуть наш мир из рук Мебиса и установить порядок Истинные королевы помогут нам в этом Так, погодите, черт возьми, секунду Уроборос родились Несколько поколений назад, так? Но ты сказала, что королевы спят Есть ли вообще люди, которые могут жить так долго? Вот об этом я не слишком много знаю Так ты тоже не знаешь? Ну, легенды гласят, что продолжительность жизни обеих королев якобы была несравнима больше, чем у нас И ты возглавляешь на это надежды? На данный момент это все, что мы можем сделать Хорошо Итак Когда в мире будет восстановлен порядок, что тогда? Люди, которых вы видели здесь То, как они живут своей жизнью Так могут жить все Младенцы, дети, взрослые, старики Все они часть природного цикла Это относится и к нам тоже? Жизнь станет чем-то большим, чем просто борьба за выживание Мы сплетем повесть Которая всегда должна была быть рассказана Не сдавайтесь Десять лет Вы, дети, заслуживаете лучшего Единственное, что Может изменить все это Это воля Урабороса Вы, дети И только вы Однако Некоторые из присутствующих здесь все еще Не в восторге от этой идеи Что? Значит, те люди, что были ранее Они счастливы Живя настоящим моментом Пока они могут спрятаться и прикрыть глаза На остальное им наплевать Значит, наша жизнь для них ничего не значит Если они не видят и не слышат вас То, по их мнению, тебя вообще не существует Закрывать глаза на то, что происходит перед ними Многие здесь так думают Но это Это прямо как Мебиус Разница лишь в том, что Получают ли они прямую выгоду или нет Ты быстро схватаешь Я понимаю, почему мой отец выбрал вас, ребята Но воля основателей Она продолжает жить в нас В воинах Мебиус не смогут властвовать вечно Если мы сможем продолжать освобожать таких молодых людей Как бы Возможно, жизнь сможет вернуться к тому, какой она должна быть Это было бы лучше для всех нас Это уж точно Я согласен с вами Думаю, надо быть сумасшедшим, чтобы не верить вам после всего, что вы нам показали Я тоже в это верю Видя, как вы живете Это заставило меня почувствовать настоящую зависть Это чувство теплоты Часть природного цикла Мы должны защитить это Я согласна Эту жизнь Не хочу защитить Что, еще будем идти? Это последний отрезок Давайте Отправим вас в ваше общежитие Так, что у нас тут Уровень предупреждения Угрозы Мебисы Курин предупреждения Кевиса и Агнуса Объединились в один Понятно То есть Ну что, ребят Походу мы будем Как бы сказать Спасать Мелию, как минимум Ну, насчет Таро Королевы Еще не факт, что это Ния Но Я думаю, мне нужно немного времени Чтобы все это обдумать Да Довольно тяжелый груз Нет, довольно тяжелые ноши Впитывать все это одним махом Ну, короче, да Ждем Королев в пати Мешок не понадобится Астар, да-да, кстати Возможно, они в стадисе Как раз-таки спят И нам придется их найти Это Общежитие молодых солдат Потерянных чисел Вы можете спать здесь Пока находитесь в городе Вы можете Спросить у этого парня Насчет своих комнат Насчет своих комнат А К сожалению В здании нет кухни Как так? Многие одинокие солдаты Питаются в столовой Мечимы Мечимы Но если вы хотите готовить сами Можете смело использовать Вон тот пустой участок земли Понятно Понятно Спасибо, Моника Ну, завтра Нам нужно будет многое обсудить Согласен Как мы все это устроим Встретимся В военном кабинете Потерянных чисел Это место находится Так, у лифта рядом с Колмом Приториан Который мы проходили мимо По пути сюда Я сообщу Вам Все подробности Ближе к Назначенному времени Окей О Не забыла Вы вольны Исследовать город Как хотите Действительно Все будет в порядке Ну, я же сказал Что мы Неворождебны Верны Я думала Вы будете рады Если я не буду Дышать вам затылок Не, мы Благодарны Спасибо за все Так Ну, нормально Изучить город Ну, я думаю Можно еще по сюжету Пойти Успеем Потом Ну, Моника Еще недоступна Ладно Чтобы взять Ее класс Скачать Нужно Ее квест Наверное Будет Сейчас Еще Пройти Кстати Одна Статуя Почему-то Мне показал Нет Даже Две Показались Мне Очень Знакомы Так Только вот Добраться До этого места Мне Одна Статуя Показалась Очень Похожа На Главного Героя Ксена Гир Где он А, вот Это Похожа На Шулка Кстати Дом Ортис Ага Память Об Основателе Дома Ортис И Освободителе Города Солдат Кевизы Этот Основатель Был Освобожден От Системы Часов Пламени Другими Основателями Ну Прикольно Тут Реально Все История И С Этого Момента Он Тратил Все До Своей До Последней Силы На Дело Освобождение Закладку Закладку Восьмидесяти лет Нормально Хотя Как он добился Этого Несмотря на Своё происхождение Как солдат Кевиза Остаётся Необъяснимо Интересно Так А вот Это Так Дом Рейд Память Об Основателе Дома Рейд Или Рид И Городе И Освободителя Города Так Эта статуя Изображает Из Мого Основателя А Наставника Ага Эта статуя Изображает Не саму Основательницу Казалось Странно А её Наставника Стоящего Тут Знак Глубочайшего Почтения И преданности Который Она испытала К своему Учителю О Интересно Говорят Что Учитель Основательницы Не был Связан С ней Узами Крови Но Он Воспитал Её Так Как Подобает Собственному Ребёнку Несмотря Несмотря Спокойный И Неизменный Нрав Вид Его На поле Боя Видите Его На поле Боя С Большим Красивым Нечом В руке Наводит Страх На многих Мёбисах И Хоть Жесткая Борьба С Мёбисом Стоила Этому Свирепому Воину Руки Эта Потеря Не уменьшила Его Желание Отточить Свои Боевые Навыки Каждый День Став Ярким Ярким Свидетельством Его Несгибаемой Воли Ну Кстати Да Что-то Данбана Напоминает По Описанию Так Дом Дойл Память Об основателе Дома Дойла И Освободительнице Города Прямое Происхождение Прямой Потомок Те Кто Основал Первым Город Истока Семьем Это Так Ее место Ее местонахождение Ее дом Был утрачен После того Как Эн Опустошил Старый Город Но Встретив Других Основателей Она Она Полностью Посвятила Себя Борьбе Читается Что Эта Основательница Состояла В родственных Связях Отношений С основателями Ванды Причем Скудные Сохранившиеся Записи Позволяют Предположить Что они Скорее всего Были Братом И сестрой Покры Тогда Она Сражалась Вместе С основателем Ванды Который Был Старшим Из них И Довел Силу Урабороса До Завершения Вот Это Интересно Говорят Что Это Основательница Была Умной И Мудрой Она Заложила Краугольный Камень Для Большой Части Систем Управления Городом И Правым Так А вот Этот Чувак Похож На ГГ Ксеногира Реально А Дом Ванды Окей Память Обоснователей Дома Ванды Восстановители И Освободители Города Первоначальное Воплощение Города Когда-то Было Уничтожено Руками Мебиуса Н Основатель Полностью Осознал Силу Урабороса Которая До этого Была Ограничена И Сражался Против Эн Изгнав Его Одержав Победу Он Собрал Людей Старого Города Рассеянный Повсюду И Восстановил Город Восстановив Город Он Оставил Его Управление В руках Основателя Основательницы Дойл И Отправился В Одиночную Экспедицию О Его Дальнейшей Судьбе Ничего Не Известно Наследники Рода Ванды Вернулись В Новый Город Лишь Несколько Столетий Спустя Вкусные Предания Гласят Основатель Владел Классическим Искусством Кулачного Боя И Потомки Дома Ванда Продолжает Этот Обычай По сей день Ну Кстати Сейчас я вам покажу Как выглядит Я просто Обложку Помню И она Качество Конечно Шакалит Ну Да Вот Как-то Так Выглядит Обложка Ксеногира И собственно Вот ГГ Он чем-то Мне напоминает Его Правда Касание Такая Длинная Так Стоп Че я мучаюсь Я ж могу От первого лица Вот Да Твою Ж Короче Вы Поняли Привет Виктор Реально Похож Возможно Маленькая Отсылка Так А вот Этот Не Ну Ребят Ну тут Я думаю Очевидно Так Дом Касини В память Об основателе Дома Касини И освободители Города Всякий случай С основателем Рид Эта статуя Также Изображает Уважаемого Наставника Этого Основателя А не Самого Основателя То есть Даже Так Ладно Наставник Обладал Крепким Телосложением Легкостью Владел Двумя Большими Мечами Одновременно И Противостоял Мебису Несмотря На Потерю Одного Глаза О Он Прожил Свою Жизнь Невозмутимым Бескустным Он Прожил Жизнь Нескушенным Человеком Широко Мыслющим Но Бесстрастным И Как Говорят Помогал Основателям В борьбе С Мебисами Как физически Так и Духовно Также сообщало Что он Был Свободный Духом Человек Чье Качество Повлияло На Других Основателей Еще Молодых И Впечатленных Когда Город Был Установлен Не Ну Это Реально Зиг Доказательством Этого Бунтарского Духа Можно Снова И Снова Видеть В Этикете Дома В Последующих Поколениях Так А это У нас Кто Так Дом Родос Солдат Агнуса Эта Основательница Сражалась Насмерть Против Основателя Орц Солдата Кевиса Но Были Прерваны Случайной Встречей С другими Основателями Освободившись От рабства Своих Часов Пламени Она Присоединилась К борьбе Против Мебиса Несмотря На то Что Основательница Была Солдатом В душе Она Была Очень Мягкой И доброй Ну и Кроме Того Ее Мастерство В искусстве Врачевания Во многом Способствовало Развитию Медицинской Науки В городе Более Поздние Века И Несмотря На то Что Она Начала Свою Жизнь Как Солдат Агнуса Говорят Что Она Превысила 80 лет Хотя То Как Она Это Достигла Остается Окутана Тайной Мию Мы Скоро Тебя Спасем Каменная Клетка Ураборос Так Объект Выставленный На этом Постаменте Является Самым Первым И Оригинальным И Оригинальной Каменной Клеткой Ураборос То есть Вообще Первый Первый Важно Отметить Что Первоначальный Проект Памятника Как говорят Предусматривал Установку На его месте Статуи Седьмого Седьмого Основателя Так О личности Седьмого Основателя Ничего Не Сохранилось Практически Никакая Информация Возможно Это Не Связано С Потерей Записи А Скорее Всего Историки Предполагают Что Это Результат Сознательного Решения Седьмого Основателя Рекс Ну Может Быть Да Ну Вот И Все Да Уж Клево Конечно Тут В этом Городе Ладно Мы Еще Успеем Все Изучить Сейчас Давайте Найдем Хорошее Место Вот Сюда И Тут Мы Сделаем Небольшой Перерыв Продолжение Следует